МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девятилетняя пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не удержала равновесия, упала и зажала голову между перилами и лестничным маршем. Самостоятельно извлечь голову женщина не смогла. Работниками МЧС при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента была перекручена решетка, после чего голова женщины была извлечена. После осмотра работниками скорой медицинской помощи пострадавшая была госпитализирована. С предварительным диагнозом – черепно-мозговая травма. 30 ноября на улице Лазурной на электрической подстанции ПСКПД горели силовые кабели. В результате пожара повреждены 6 из них. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – поджог. МЧС информирует. В случае пожара не паникуйте. Вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание. Если справиться с огнем не получается, доверьте это дело специалистам. 2 декабря вечером поступило сообщение о женщине, получившей термические ожоги по улице Головатского. В ходе разбирательства установлено, что при приготовлении пищи у 54-летней хозяйки квартиры загорелась одежда. В результате чего была частично повреждена кухонная мебель и одежда. Женщина самостоятельно потушила пожар. Работники МЧС не привлекались. Причина устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает. Не покидайте кухню и не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра. Не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы. Не заливайте горящее масло водой. Если это произошло, накройте сковороду крышкой и выключите плиту. Помните, ваша бдительность – залог вашей безопасности. В случае пожара звоните 101 или 112. 2 декабря на проспекте Космонавтов горела однокомнатная квартира. В результате пожара повреждены постельные принадлежности в комнате. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. МЧС напоминает. Не курите в постели. Это смертельно опасно. Помимо себя вы подвергаете риску своих родных и близких. Будьте осторожны в обращении с огнем и не оставляйте без присмотра свечи. Не выбрасывайте в урну непотушенные спички, не бросайте с балкона окурки и не курите в постели. В случае пожара звоните 101 или 112. В преддверии Нового года Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с областной структурой Белорусское добровольное пожарное общество и обществом с дополнительной ответственностью СКБ «Защита плюс» с 7 по 24 декабря 2020 года проводят конкурс «Безопасный Дед Мороз». Желающие принять участие в конкурсе могут написать письмо безопасному Деду Морозу, в котором нужно рассказать о необходимости автономного пожарного извещателя в вашем доме или квартире. Письма можно направлять по адресу 246 028 индекс, город Гомель, улица 3, авиационная, 21. Конкурс «Безопасный Дед Мороз». Конкурс «Безопасный Дед Мороз»